Библейский портал экзегет.ру представляет И мы читаем с вами 33 главу. И, взглянув, Исаф и увидел жены детей и сказал, кто это у тебя? Иаков сказал, дети, которых Бог даровал рабу твоему. И подошли служанки и дети их и поклонились. Подошла Илия и дети ее и поклонились. Наконец подошла Иосиф и Рахиль и поклонились. И сказал Исаф, для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Иаков, дабы приобрести благоволение в очах господина моего. Исаф сказал, у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя. Иаков сказал, нет, если я приобрем благословение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто видит лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все. И упросил его, и тот взял и сказал, поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобою. Мы видим, что то, о чем мы говорили с вами в 32 главе, как Иаков поступает очень мудро, он посылает дары, он посылает то богатство, о котором сказано, что приобретайте себе друзей богатством неправедным. И он умилостивляет сердце брата своего. Мы видим, какой идет между ними разговор. Иаков подошел, поклонился, он говорит, я видел тебя, как бы лице Божие. Почему он говорит лице Божие? Потому что видит, что Исаав уже смирился с этим, что произошло с ним давно, в общем-то, многие годы назад, когда Иаков восхитил у него первородство. Подходит вся семья, все кланяются, жены, дети. Это, в общем-то, обычное такое приветствие на Востоке, когда все подходят, общие поклоны, сказано, и семь раз поклонился. И видим, что сердце Исаава, оно растаяло. Он, как сказано, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. Братья примиряются, это очень такое трогательное событие. Мы из своей жизни тоже знаем, когда мы с кем-то враждуем. Иногда подчас бывает, что мы какие-то проблемы себе сами, в своей вражде, между своими родственниками создаем на ровном месте. Иногда так вот смотришь на жизнь и свою, и других людей, и кажется, что кто-то перечитал Дон Кихота. Какая-то борьба совершенно не из-за чего. С какими-то ветряными мельницами начинаешь спрашивать, а что именно. А вот он сказал, а она сказала, и все началось, в общем-то, совсем незначительные вещи. Но дьявол, он всегда только и ждет. Как только начинается какая-то ссора, он всегда готов подлить, как говорят, масло в огонь. Здесь же наступает это примирение. Иаков действительно сделал все для того, чтобы отдал все, что у него есть. То есть только все дары, которые у него были, посылают вперед, только лишь бы найти мир со своим братом. И у него это получается. Но, как мы видели с вами, не без воли Божией. Мы помним, что Иаков и молился Богу. Мы помним, что и Господь ему явился в виде ангела, в виде Бога-человека. Он сказал ему, что ты утешил его и утвердил, что как ты боролся с Богом. То есть как ты не был, конечно, богоборцем, но как ты удерживал Бога возле себя. И это слово именно обозначает такой больший перевод, что ты удерживал Бога и не хотел оставаться без Бога. Там не стоит такая форма, что против, а как без Бога, удерживал Бога у себя. В этом именно была борьба, как мы с вами говорили, что Царствие Небесное усилием берется. Итак, мы видим, что далее Иаков, Исаав спрашивает, а это что у тебя, откуда это у тебя? А он так и отвечает Иаков Исааву. Иаков сказал, что это все дал мне Бог. И тогда Исаав говорит, у меня ничего не надо, у меня, в общем-то, все есть. Но Иаков настаивает. Он понимает, что если ты что-то пообещал, сказал А, говори и Б. А в нашей жизни, снова, какой мы можем почерпнуть из этого урок, иногда бывает, мы говорим человеку, вот возьми. Человек говорит, да нет, не надо. Мы говорим, ну, не надо, так не надо, забираем обратно. Вот так делать не нужно. Это показывает именно пример Иакова, Исаава, потому что человек иногда по вежливости может отказаться, хотя ему, в общем-то, приятно, что ему это уже отдают. Если мы уже сказали, что нас забери, то уже даренное не забирается обратно. Как говорят, даренное не дарится, и оно уже не забирается. Отдал и забудь. Дал и забудь. Как сказано в Священном Писании, уже в Новом Завете говорится о том, что если кто у тебя попросит взаймы, дай и не требуй назад. И не требуй назад. Постарайся отдать и простить. Если, конечно, человек потребует, то это уже другие вопросы. Итак, мы видим, что прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все, и упросил его, и тот взял. И сказал дальше 12 стих, как мы с вами прочитали, что сказано, поднимемся и пойдем, и я пойду пред тобой. Иаков сказал ему, господин мой знает, что дети нежны, а мелкий скот и крупный скот у меня дойный, если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мной, и как пойдут дети, и приду господину моему. Мы видим, что несмотря на то, что примирение произошло, не то чтобы Иаков подозрителен, но он осторожен. Он не хочет Исава с его войском оставлять сзади и идти впереди со своими детьми и со всем скотом. Он говорит, нет, Исав, ты иди впереди, а я пойду за тобой, потому что у меня есть скот дойный, боюсь, чтобы как бы они не померли через такой переход, через пустыню. Это всегда непросто. Но тут есть и другой образ, и урок, который мы можем подчеркнуть в своей жизни. Он говорит, что я пойду медленно, как пойдут дети мои, за детьми моими и семьей. Иногда в нашем служении, в миссионерском служении, может быть, не знаю, как и в священном служении, в церковном служении, есть такие факты, что часто муж бежит впереди. Он бежит впереди, впереди своей семьи, дети забыты, жена забыта, потом начинаются какие-то конфликты. Здесь необходимо, нам с вами можно подчеркнуть урок у Иакова, как он поступает. Он не только сам бежит в Царствие Божие, но он старается идти медленно, чтобы и всю свою семью, и своих детей, и свою жену привезти в Царство Христово. Не всегда это получается, не всегда это удается. Понимаем, что ревность по Богу, служение Господу, очень много ошибок делают люди в своей жизни, вплоть до того, что иногда и семьи разрушаются, казалось бы, под благовидным таким состоянием, что один стремится, а другой, как говорят, не догоняет его в этом понимании. Но будем все-таки, хочется призвать братья и сестры, подражать Иакову, как он идет медленно. Не будем забывать, снова повторяйте слова, кто своих о домашних не печется. Помните, тут хуже неверного отрекся от веры. Будем помнить, что мы и ответственны, особенно муж, глава семьи, глава жены, ответственны за свою семью, не только в материальном, но особенно в духовном их состоянии. Иаков говорит, идите вы впереди, а я пойду за вами, не буду бежать так быстро, чтобы и вы вместе со мной могли наследовать Царствие Божие. Как мы читаем с вами в 15 стихе, Исав сказал, «Оставлю я с тобой несколько из людей, которые при мне». Иаков сказал, «К чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах Господина моего». Видим, всегда называют Господином, это удивительная преемственность. Как сказано, злое слово, оно может убить человека, а доброе слово, слово можно убить, слово можно воскресить. Иаков говорит, что «Не надо мне, у меня все есть, все достаточно, не беспокойся, мы дойдем потихоньку в дом, а ты иди впереди». Есть такая интересная история в Житии Святых о преподобной Макарии Великом. Когда он шел со своим учеником, то ученик бежал впереди, и вдруг он встретил языческого жреца. Когда он встретил языческого жреца, он сказал ему, «Ты, негодяй, человек с нечистыми устами, с нечистым помыслом, идолопоклонник и все, что он о нем думал». Тогда этот язычник был человек нехилый по своим физическим силам. Он снял вязанку дров, которую он тащил, чтобы ходить своим идолам, и поколотил ученика преподобного Макария. Тогда ученик преподобного Макария вернулся обратно, плакал, наверное, и рассказал, что с ним произошло. Преподобный Макарий ему сказал, «Ну, иди тогда за мной». Он потихоньку, выглядывая, наверное, из-за спины своего авы, где там, когда поравняется с этим языческим жрецом. И когда преподобный Макарий с ним постречался, то он сказал этому язычнику, «В ту ли сторону кланяешься, те ли богам молишься». Утрудился, наверное, в своем, может быть, так сказать, сизифовом труде. «Вот тебе вода, вот тебе хлеб, поешь, устал». И когда он услышал эти добрые слова от преподобного Макария, то он взял его за край одежды и сказал, «Не отпущу тебя, пока не сделаешь меня христианином». Когда преподобный Макарий, из-за того, чтобы он уже собрался покреститься, этот языческий жрец, когда он шел в монастырь, то братья сказали, «Как это удалось? Кто это такой?» Они открыли дверь преподобному, обрадовались, что он пришел, а перед ним хотели захлопнуть. «Кто это такой?» И тогда преподобный их остановил и говорит, «Он идет для того, чтобы принять Христа в свою жизнь и быть христианином». Тогда они сказали, «Ава, как это так? Мы знаем этот жрец, он тут вокруг монастыря бегал, мы крестные ходы творили, он тут бесов нам нагонял. Что произошло?» И тогда преподобный Макарий сказал удивительные слова, которые нам в нашем миссионерском особенно служении необходимо запомнить. Он сказал такие слова, «Доброе слово и злого человека делает добрым, а злое слово и доброго человека соделывает злым». Будем помнить, подражать Иакову в его приветливости, в его миролюбии, ибо сказано, «Блаженны миротворцы, блаженны милостивы, ибо они помилованы будут».